Ла-Ла-Ла-Ла-Ди-Да! Ди и ее БФФ начали свое собственное лейбл. Ла-Ди-Да! Всем привет! С вами канал Кэмэд Аликс. И сегодня я вам расскажу о новых куклах серии Ла-Ди-Да. В этом году на Тойфэр была представлена новая коллекция кукол, которая называется Ла-Ди-Да. Это такие куколки-конфетки. Каждая из них имеет свой интерес, свой стиль такой. Самая первая кукла была представлена в виде Америки. У нее ресницы были, как у Статуи Свободы. Возможно, когда-нибудь я ее приобрету и покажу вам. А сейчас мы приобрели куколку Индия. Она мне очень понравилась. Сейчас она в коробке, поэтому пару слов скажу о коробке. Вот такая висюлька на коробочке есть. На каждой из них, я так поняла, такая собачка. Вот, как называется, ладидо.ком. Сайт и Рана Вай Вай Кей. Ее зовут Ди, эту куколку. Ну, значит, с ней идет, вы видите, такой саквояжик. Такая сумочка. Тут какая-то такая книжечка, наклеечки. Не знаю, что еще подставочка. Но это когда мы сейчас достанем, мы увидим. И вот, ладидо. Желчий-желчичик. Сейчас я переворачиваю. А, да, кстати, такой момент. Серия кукол от пяти лет. Переворачиваем. И вот она, такая красивая. Привет, я Ади. Мои друзья и я. Мы начинаем такую линейку моды, которая называется ладидо. Ну, и на других языках. Салют, халя, хай и все, да. То есть, получается, французский, итальянский или испанский. Вот тут немножко. Нет, это, наверное, все-таки испанский. И немецкий. Дальше. Здесь у нас идет тоже на разных языках такое предложение. Мы путешествуем в разных таких нарядах из разных стран. Я Индия. Вот она такая нарисованная, красивая. Вот Индия нарисована. И собачка. Sweet Party серия, в которую входят вот такие вот куклы. Это Ди, Тайли, Каэн и Слоан. И те же самые девочки, их четыре. Вот Индия. Вот тут вот, конечно, тяжело сказать, какая из них, какая страна. Америки почему-то здесь не представлена. Ну, здесь ничего такого особенного. Что за фирма представляет эту куклу? Не думайте, это ни Mattel, ни MGA. А это Spin Master LTD. Давайте ее посмотрим. Теперь поподробнее я могу вам рассказать о этой кукле. Ну, что вам хочу сказать. Это совершенно новая серия кукол. Ее невозможно сравнивать ни с монстрами, ни с Нови Старс, ни тем более с Бродзиллос. Если между монстрами и Бродзиллос некоторые люди проводят такое сравнение, то эта кукла явно не сравнений. То есть она ни на кого не похожа. Посмотрите, у нее голова значительно больше, чем тело. Тело у нее такое хрупкое, маленькое. Она примерного роста с монстряшкой. Вот давайте я возьму первую попавшуюся монстряшку. Вы посмотрите разницу. Вот, насколько она ниже. То есть не очень маленькая, но и не такая, как монстряшка. Дальше. У этой куклы идут шарнирные ножки. Вот, вы видите. Не сгинаются. Ручки у нее не шарнирные, они вот только так вот проворачиваются. Ну, головка хорошо крутится. То есть очень качественная кукла. Это я вам сразу говорю. Но есть, конечно же, нюансы, о которых я вам сейчас расскажу. Для начала волосы. У нее очень длинные, хорошего качества волосы. Эти волосы явно не будут запутываться. Они мягче даже, чем у Гулии. То есть я еще не знаю ни одного человека, у которого бы там волосы Гулии запутывались. Это я не знаю, что нужно сделать. Мочалка тоже не будет. То есть хорошего качества волосы. Это не МГА. Простите, любители, конечно, Брадзиллос и Нови Старс. Но волосы у них это ужас. Вот. Эти волосы действительно хорошего качества. Следующее, о чем хочу рассказать. Смотрите на ее разрисовку. У нее огромные глаза. Маленький, аккуратненький ротик и носик. Ну, мне нравится. То есть такое сочетание. Это игровая кукла. Явно не для коллекционеров. Хотя, ну, кому как. Эту куколку я покупала для собственного ребенка. И она ей очень нравится. Если к монстряшкам она еще равнодушна, то эта кукла ей действительно нравится. Дальше. У нее разрисовка в виде индии. Индийской такой принцессы. То есть на голове есть у нее такое украшение. Оно пришито ниточками золотистого цвета. Вот тут такие вроде как бы весельки. Но это все вместе. Такая пластмасска. Ее можно отрезать, снять. Это по вашему желанию. На лбу у нее узор такой индийской принцессы. Тени у нее желтого цвета. Вот здесь вот чуть-чуть есть голубого цвета. В глазах мы видим звездочки. Рубы, губы, простите, розового такого цвета. Дальше. На ней очень аккуратно сшита одежда. Если у Бродзиллос, еще раз простите, любители Бродзиллос, это просто я оскорбляю не кукол, а именно МГА. Потому что они выпустили линейку кукол, а вот за качеством не особо следят. И одежда у них пошита не очень качественно. То здесь этого нет. Действительно качественная одежда. У нее, конечно, идет что-то вроде сари. Вот, ну, такого праздничного сари. Верх на грудке такой топ получается. И все из очень легкой ткани, такой шифончик голубой. Такой топ голубой. Вот такие вот притальки на ручке. Здесь таким прошита бусинками, большими, маленькими. И по всей одежде вот такие прикреплены блесточки, такие кружочки. И нижняя часть, это юбочка. Там она под низом шортики, а по верху такая длинная юбка в пол. Одежда мне очень нравится. Вот здесь вот идет такое украшение спереди. Здесь получается такая ленточка золотистого цвета. Все это хорошо. Ноги у нее тоже мне очень нравятся, интересные. Они немножко как каракатые получаются, но это может быть у них такой стиль. Так нравится. А вот обувь, посмотрите, она постоянно слетает. То есть сразу досталась коробки, она слетела. Сразу ее где-то затронула, она опять же слетела. Ну, поскольку она слетела, покажу вам ножку. Такая вот малюсенькая ножка. А обувь, это получается вот такие вот... Я забыла, как называется модель этих босоножек-тофель. Такого розового цвета. У них есть название, но я его сейчас не помню. Подставка у нее очень хорошая. Если подставки для монстряшек мне не нравятся, потому что они постоянно... Ну, во-первых, часто ломаются. Во-вторых, они некоторые неустойчивые, они падают. То это очень хорошо здесь защелкивается. То есть идет низ такого золотистого цвета. Здесь надпись Ладидо. И видите, она держит только ножки. Вот. То есть кукла не падает. Если ее хорошо поставить, она не упадет. И сама подставка вот эта вот не отлетит. Это мне действительно нравится. Теперь давайте посмотрим чемоданчик. Вот такой вот чемоданчик. Серия похожа на Скоррис, да? Но ничего общего. Он открывается. Ну, я не знаю, смогу ли я сейчас одной рукой открыть его. Нет, я его еще плотнее закрыла. Нет, такие открыла. Вот так он открывается. То есть что-то очень-очень незначительное. Можно сюда положить. Ручка тоже задвигается внутрь. Вот. Так. Выдвигается и задвигается. Ручка серебристого цвета. Чемоданчик розовый. Теперь давайте посмотрим на книжечку. Книжечка мне очень понравилась. Она отличается от книжечек-монстряшек. И сейчас я вам покажу чем. Значит, история и активиз. Давайте посмотрим, что тут внутри написано и нарисовано. Вот это первая кукла, которая выпустилась в этой линейке. Это Америка. Вот посмотрите на ее ресницы. Видите, как у статуи Свободы Корона. И надпись на тех же, получается, четырех языках. Привет, мои друзья. И я начинаем модную линейку. Называется Ладида. Здесь же нарисованы уже ее подруги. Слоен, Тайли и Каен. И написано, наши волосы, макияж, одежда. Все меняется. Очень сильно меняется. Посмотри на моей книжке на странице 3. И давайте мы посмотрим на страничку 3. И что мы здесь увидим. Вот как они все меняются. Мы собрали наши багажи и готовы к поездке. Мы все собираемся в модную школу. В этом году мы берем свое путешествие стиля вокруг мира. Вот эти девочки, которые собираются путешествовать по миру. Вот такие стильные. Здесь мы что-то, каждая... Сама что-то придумывает. Какой-то наряд для путешествия. И что же придумала наша Ди? Попробуй сделать вот это. Вот такие вот браслетики. Крафт-идея. Такая вот ее уникальная идея. Давайте посмотрим, как же сделать эти браслетики. Что нам понадобится? Нам понадобится кисточка, клей, обычные браслетики и глиттер разных цветов. То есть разные блесточки, которые мы здесь можем видеть, какие вы приобретете, какие вам понравятся. Первый шаг. Вы смазываете браслет клеем с помощью кисточки. На втором, ну на следующий такой шаг наш, вы посыпаете ее этим глиттером. То есть какое там вам нравится. Здесь можете фиолетовым, здесь красным. Можете соединить здесь половинку красного, половинку фиолетового. Как вам понравится. И тадам! Вот такие вот браслетики. И не забудьте дать им высохнуть. И вот та линейка кукол, о которых я говорила. Значит, я уже разобралась, кто есть кто. Это идет из Китая. Вот такая вот куколка. Это парижанка. А это кто-то из африканских стран. Вот здесь они одеты на праздник, вечеринку. Те же герои. Вот. Но переодеты уже другое. И здесь. Вот такой вот дневничок. Значит, имя Ди. Возраст 16 лет. Мои друзья и я, ну, собираемся в школу моды. Мы любим создавать одежду. Дизайнинг офис. Вот такая вот интересная книжечка. К ней также прилагались вот такие вот наклеечки. Эти наклейки вы можете клеить куда угодно. Здесь идет таджмахал. Индийский. Слоны. Что связаны с Индией. Чемоданчик. Цветок лотоса. Такое вот. То есть все под Индию. И сама девочка такая индианка. Индуска, простите. Индианка. Это немножко не так. И самолет. То есть куда клеить, это вам решать. Куда вы захотите их наклеить. Вот такая интересная линейка кукол. Такое необычное создание, скажем так. Так, если нам понравится, может мы будем приобретать другие кукол. Мы еще не знаем. Всем спасибо. С вами был канал Кэмэд Алекс. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»